Полицейские Казани задержали двух подозреваемых в разбойных нападениях на автозаправочной станции около Казани. Всё произошло ещё вечером 30 марта на трассе М7. Двое молодых людей в масках врывались на территории заправок и, угрожая кассирам предметом, очень похожим на пистолет, требовали от них всю выручку. Впрочем, некоторые сотрудники АЗС просто так сдаваться не собирались и даже дали отпор нападавшим. История ограбления в репортаже Айрата Назипова. Маска, бандана, да? На первую АЗС налётчики забежали в районе 8 часов вечера. Угрожая предметом, похожим на пистолет, грабители потребовали от кассира всю выручку. Забрав 74 тысячи рублей, они скрылись. Но через несколько минут точно так же напали на другую автозаправочную станцию. Но один из работников заправки оказал сопротивление. Вот здесь спажа. Не растерялся. Тем не менее, нападавшим удалось похитить деньги. Забрав 24 тысячи рублей, они скрылись с места происшествия. Однако потратить добытую сумму им было не суждено. Сотрудники отделения по раскрытию грабежей и разбоев управления МВД России по городу Казани совместно с оперативниками отдела полиции «Восход» в кратчайшие сроки установили местонахождение подозреваемых и утром 31 марта задержали их в одном из домов на улице Адаратского в Казани. Задержанными оказались местные жители 23 и 28 лет. Оба уже имели проблему с законом. Официально работаете? Нет. Судимы ранее? Да. В квартире, где скрывались подозреваемые, оперативники обнаружили деньги по сумме сопоставимых с похищенными, а также, по предварительным данным, пневматический пистолет. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Айрат Назипов, вызов 112.